Добрый вечер, товарищи! Добрый вечер, господа! Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский Дом. Не знаю, обратили ли вы внимание, что из нашего разговора, из уст политиков, людей, власть придержащих, почти исчезло слово «отечество». В газетах, по радио и телевидению вы тоже его нечасто услышите. Оно заменяется другими понятиями. Это страна, государство, федерация. Или вообще словами «у нас здесь территория». Почему же вымаривается из нашего сознания слово «отечество»? Да потому, что это дорогое слово стоит в одном ряду со словами «отчизна», «земля отцов». К сожалению, сегодня оно обозначает реальность, теперь уже почти не существующую. Для тех, кто любит родину, место и страну, где он родился и жил, отечество так же дорого, как понятие «отец». И на протяжении долгих столетий так и было у русских людей. И начиная господнюю молитву «отче наш», он вкладывал русский человек в эти слова большую реальность, чем просто религиозный образ. Отец наш, защити и помилуй. Так и в семье. Понятие «отец» было значимым и дорогим. Отец сказал, вот придет отец, он все и рассудит. Не уберегли мы этого понятия. Сначала сознательно изгнали Бога из нашей жизни, а потом и значимость отца в семье. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Тут же был создан образ отца народов в лице Сталина, потом помельче в лице генсеков, а потом в лице демократии. Демократов у нас стало много, а вот защиты, защиты просить не у кого. А к Богу обратиться у многих гордыня не позволяет. И стал русский народ разделенным народом. 25 миллионов остались за границей. А те, кто в Российской Федерации, в скобках «Россия» защищены, как вы думаете? Вот уже который год идет война в Чечне. Ежедневно гибнут русские чеченцы, чеченцы и русские. Ежедневно нам показывают и внушают, что сепаратисты защищают чеченский народ от злого русского Ивана. Ну что ж, боевики, скрываясь за спинами женщин и детей, их же и защищают. А вот кто защищает русских, которые тоже живут на земле своих отцов и любят свое отечество, живут в Чеченской Республике? Кто? Вот сегодняшний гость русского дома, председатель русской общины в Чеченской Республике Олег Ральфович Маковеев. Олег Ральфович, так кто же защищает русских в Чеченской Республике? Действительно, защищать все русское население практически некому. Потому как ни во властных структурах Чеченской Республики, ни в правительстве Чеченской Республике, ни в парламенте полномочных представителей русского населения, русской общины практически нет. То есть вы хотите сказать, что ни в парламенте, ни в правительстве до Кузовгаева нет ни одного русского человека? Нет, ну почему? Премьер правительства Владимир Кошман, его можно рассматривать как представителя славянского населения, но этот человек не наш, не коренной, он прислан, назначен на определенный срок, вероятно, отработав его, он нас также и покинет. Что касается парламента, то на прошедших 16 июня выборах полномочным представителем, который прошел в парламент Чеченской Республики, можно назвать только одного делегата, одного представителя наурского района. Это при том, что в парламенте подразумевается иметь 95 депутатов. Русских было в Чечене, как я знаю, около 100 тысяч человек проживало, это их была коренная родная земля. Сегодня сколько осталось? Ну 100 тысяч проживало перед недавними событиями. Вот перед недавними, да. Если взять статистику более дальнего времени, примерно 5-6 лет недавности, то русских было значительно больше. Вы знаете, что по различным оценкам различных экспертов за годы с 91 по 95 из Чечни выехало порядка 300 тысяч русского населения. То есть это в основном специалисты высокой квалификации, кадры нефтяной, нефтяников, нефтегазовиков, энергетиков. Получаете ли вы какую-то помощь от центрального правительства? Абсолютно никакой. А как же наш комитет по миграционной политике с госпожой Регин? Вы знаете, единственный шанс как-то править положение был связан с выплатой компенсационных денег за утраченное жилье, утерянное имущество. Однако сейчас эти выплаты практически прекращены с конца 95 года. Я не знаю ни одного русского жителя города Грозного, который бы за прошедший год эту выплату получил. Подождите, но туда же столько денег было направлено? Ну, надо, наверное, спросить у компетентных людей, которые распоряжаются этими деньгами, куда эти деньги ушли, как они были использованы. В всяком случае, нам эти деньги не достались. Скажите, вот сегодня мы все надеемся, что будет мир в Чечне. Мы все надеемся на миротворческую позицию, которую сегодня занимают, ну так сказать, власть придержащие, у которых сегодня хоть что-то могут, хоть как-то могут повлиять на ситуацию. А как вообще, вот вы там сами с чеченцами живете, вот в этих военных условиях? Вы знаете, военные условия – это условия экстремальные, каждый человек проявляет свои истинные качества, свой истинный характер. И если человек честный и порядочный, он относится к другому человеку также честно и порядочно. Поэтому между простыми людьми, между мирным населением никаких межнациональных противоречий нет. И когда на твою голову сыпятся снаряды, там люди не рассуждают на тему, о том, какой у тебя характер или какой ты национальность. Здесь люди сплачиваются, есть реальные, конкретные примеры взаимопомощи. Здесь нам с чеченцами делить нечего. Вот скажите, вы приехали сейчас в Москву, в столицу нашего Отечества. Что вы хотели бы получить от нового правительства, от тех, кто сегодня пришел к власти в Центре? Я хотел бы, во-первых, донести, довести до сведения нашего нового правительства о том, что то положение, которое сложилось сегодня, в первую очередь, с беженцами из Ченской Республики, с русскими беженцами, оно ведь ужасающее. Люди покидают Грозный, бросают там все, бросают самое дорогое, что у них было, это квартиры свои, то есть то, что они зарабатывали практически всю свою жизнь. А здесь? А здесь они оказываются в буквальном смысле в чистом поле. Никакой реальной помощи в настоящий момент не получают и, по всей видимости, и не получат. Поэтому мы можем, у нас есть конкретные предложения, как сдвинуть хотя бы на один шаг с мертвой точки эту ситуацию. И в первую очередь, я думаю, что надо упростить механизм выплаты компенсационных, денег за разрушенное, за оставленное жилье. И мы об этом очень много писали в разные инстанции, в том числе и в Федеральную миграционную службу, и президенту и правительству. Ответа пока никакого. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью и через прямой эфир донести, что наши предложения таковы. В первую очередь, создать комитет при Федеральной миграционной службе, пусть временный, который бы занимался именно проблемами миграции русского населения из Грозного. Потом второй пункт. Упростить максимально процесс выдачи этих компенсаций. Вывести из этого процесса к специальную комиссию при правительстве Членской Республики. Тем более она сейчас не действует, она разбежалась, там никого нет. И оно, вероятно, будет бездействовать еще продолжительное время. Сделать так, чтобы все беженцы, которые обращаются в Федеральную миграционную службу, могли получить эти компенсации по месту обращения в федеральных миграционных центрах на территории Российской Федерации. Ну что ж, Олег Красневич, мы будем надеяться, что ваш сегодняшний, ну так будем говорить, глаз вопиющего в центре нашего Отечества в Москве будет услышан теми людьми, которые призваны, обязаны и ответственны за свою работу, за оказание помощи беженцам из Чеченской Республики. Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский дом. 26 августа 1856 года состоялась коронация Александра II. Он получил прекрасное образование, в его воспитании принимали участие Жуковский, а потом Испиранский. В 1861 году государь одним розчерком пера покончил с крепостным правом, освободил почти 40 миллионов крестьян и велел раздать им земли, выкупленные у помещиков. Впервые ввел местное самоуправление, судебную реформу и реформу по образованию. В результате успешных войн к России были присоединены Средняя Азия и некогда утраченные славянские земли. В историю Александр II вошел как царь-освободитель. 26 августа 1943 года войска Центрального фронта начали наступление, которое было поддержано Южным и Воронежским фронтами. Днепр на протяжении почти 700 километров был форсирован сходу. В ходе этой операции были освобождены десятки населенных пунктов, в том числе 160 городов, среди которых Киев, Днепропетровск и Запорожье. Враг также был блокирован и в Крыму. В боях за Днепр русские воины проявили массовый героизм. 2438 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 27 августа 1913 года впервые в мировой практике русский военный летчик, штабс-капитан Петр Нестеров выполнил в воздухе мертвую петлю, названную потом его именем. Нестеров и ныне считается основателем высшего пилотажа. Ему принадлежат и оригинальные разработки взаимодействия авиации с наземными войсками и ведение самого воздушного боя. Даже смерть пилота тоже в определенном смысле была новаторской. Русский аз погиб в бою, впервые применив таран. 28 августа 1728 года Беринг открыл пролив, названный потом его именем. В 1728 году капитан-командор Витус Беринг возглавил экспедицию и подтвердил заявление Семена Дежнева, что Азия и Америка разделены. А в 1741 году первыми из европейцев на Аляске появились русские моряки все той же экспедиции. Витус Беринг нанес на карту подлинные очертания северного побережья России. Сто лет назад Михаил Львович Астров, врач из чеховской пьесы «Дядя Ваня», задал вопрос своему поколению, помянут ли их добрым словом потомки. На что ему хорошо ответила старая няня. Люди не помянут, зато Бог помянет. Каждое последующее поколение, оглядываясь на сотворенное собой, задает этот вопрос. И лучшего ответа, чем сказанное старой няней, оно не получает. Вот эта пьеса «Дядя Ваня» заканчивается словами. Мы отдохнем, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир. Сто лет назад сказаны эти слова. А покой нам только снится. Ну как тут отдохнешь, когда, казалось бы, те, кто призван нести людям доброе и вечное, сами греховно-изобретательны в отстаивании неизменного. Вот собралась группа актеров, организовала театр и название дала ему «Сопричастность». Не знаю, что они думали давая это название, но то, что в их действиях и действиях и поступках видна сопричастность со злом, это очевидно. И вот когда не нужно, чувства проснулись вам, защемило мою совесть. Точно это я умышленно убил его. Сел я, закрыл глаза, вот это, и думаю. А вот те, которые будут жить через сто-двести лет после нас, для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянь, ведь не помянут. Люди не помянут. Зато Бог помянет. Вот, спасибо. Идут, идут, не волнуйся. Господа, чай пить. Друзья мои, подайте чай ко мне в кабинет. Будьте добры. Мне еще нужно сегодня кое-что сделать. А в лесничестве тебе непременно понравится. Все-таки странное ощущение испытываешь от этого спектакля. Нет сцены, занавеса. Играется он не в декорациях, а в подлинных вещах, среди которых жил сам автор Антон Павлович. Актеры без грима. Они не форсируют голос. Как будто на сцене, вот, оговорился, как будто рядом происходит реальное живое действие. И ты, участник этого действия, хочется порой даже вмешаться в диалог. Чудно все это. Не чудно, а чудно именно. Тем более, приехав в Мелехово рано, мы в Досталь насытились его покоем и тишиной. Побывали во всех его помещениях. Вот именно здесь, во Флигеле, за этим столом, работал Чехов и над Чайкой, и над дядей Ваней. А кроме того, Нина Викторовна Огнина, старший научный сотрудник музея, рассказывала нам о Мелехове, о Чехове так много, и с такими подробностями, словно сама была всему свидетелем, как родной здесь человек. Это поражало не менее того действия, которое мы наблюдали. О Чехове, о домочадцах его, о гостях. Говорило, как о людях близких. Такое чувство я испытал, помню, при первой встрече с Семеном Гетченко в Пушкино-Горье. Причем, что это я рассказываю об Огниной? Вот часть нашего разговора. Здесь прошли семь лет лучших лет чеховской жизни. Такой короткой, 44 года всего-навсего. Течение Мелеховской жизни вобрало в себя и общественную деятельность Чехова. Здесь были построены три школы. Чехов здесь принимал больных с пяти до девяти утра обязательно. Вылечил очень многих местных жителей, до сих пор благодарно вспоминает доктор Антона Павловича Чехова. Есть такие жители? Есть такие жители у нас. Он был уверен, что желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья. И поэтому он был счастливый человек. Что же вот этот Мелеховский период дал русской культуре, мировой культуре? Чехова не только как доктора, но и как Чехова, как писателя. Как писателя. Антон Павлович написал за семь лет Мелеховской жизни 42 произведения. Это немного по сравнению с Москвой, где он за год успевал написать 200 произведений. Считая мелкие рассказы. Да, считая мелкие рассказы. Но здесь написаны золотые чеховские произведения, такие как «Чайка и дядя Ваня», 95-96 год. Здесь написаны «Палата номер 6», «Повести моя жизнь», «Мужики», «Учители словесности», «Три года». Здесь написан «Дом с мезонином». Здесь написан самый любимый чеховский рассказ «Студент». Огромный философский по значению. За дверью каждого счастливого человека должен стоять человечек с молоточком. И напоминать, что есть больные, несчастные, обездоленные. И если ты сейчас не поможешь им, а с тобой случится беда, тебе тоже никто не поможет. Чехов человек, чехов писатель, чехов врач, чехов философ. Это все здесь, в Мелихове, было органично как-то сплавлено. В «Дяде Ване» устами Астрова Чехов высказал свое кредо. В человеке все должно быть прекрасно. И во всех своих произведениях, в тонкой своей драматургии, в рассказах-миниатюрах, даже иронических или грустных порой, он постоянно утверждал этот главный принцип жизни. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысль. Как это современно! В человеке все должно быть прекрасно. И вот вы видели, как актеры, собравшись в усадьбе Мелихова, стараются донести людям прекрасное доброе. И вот есть другие актеры, о которых я уже вам упомянул, из театра «Сопричастность», которые стараются принести пользу себе, которые стараются за внешним лоском, за внешними словами принести людям нет не добро, а принести людям зло. Вот уже два века в Лефортово на пересечении улиц Радио, бывшая Вознесенская, Казакова, бывшая Гороховская и Токмакова переулка стоит церковь Вознесения Господня, построенная знаменитым русским зодчим Матвеем Казаковым. По художественному совершенству интерьера и богатству убранства храм этот некогда называли вторым храмом Христа Спасителя. Возвращенный Церкви в 1993 году храм Вознесения утратил все свое былое великолепие. Но с таким положением сталкиваются все приходы, возрождаемые во вновь открываемых храмах. Здесь же у прихожан существует еще одна неожиданная и, пожалуй, мучительная проблема. Но обо всем по порядку. Давайте сначала познакомимся с самим храмом, о котором расскажет нам его настоятель протеерей Василия Голованова. Чем уникальна эта церковь? Это сооружение грандиозное, величественное. Это своего рода миния София. Да. Круг, символ вечности, как бы корабль, который плывет по мятежному, бушующему Житейскому морю. Бушующие волны моря Житейского. После закрытия храма в 35-м году казалось, они захлестнули этот церковный корабль. Здесь хозяйничали то слесарная мастерская, то типография, то объединение упаковка, то производственные цеха драмтеатра сопричастности. И вот снова вступают на борт спасительного церковного корабля новые люди, уже наши современники, прихожане храма. Мы сейчас переживаем как раз свидетели той мы с вами эпохи, когда опять эпоха гонения на христиан закончилась. И вот наш возрождающийся храм Вознесение Господнего на горох в поле это свидетельство этого возрождения. Мы приехали в храм, когда шла обычная будничная служба. В будний летний день в церкви народу немного, но те, что пришли, уже никуда не торопятся. Поэтому нам удалось не только поговорить с людьми, но и почувствовать какое-то тихое, теплое дыхание, разлитое во всем храме. Дыхание чего-то такого, что и словами выразить трудно. Наверное, это то, что на церковном языке называется просто благодать. Часто, но мы с детьми не выходим из храма все время, постоянно, причащаемся. Мне очень понравилось здесь. Здесь еще священники хорошие, то есть, как я так чувствую, что люди болеют за дело и за Господа, за веру, как-то так обращают народ. Бульжа, который нам рассказывали все прихожане, вовсе в невразоренности и неустроенности храма, но в удивительном соседстве, с которым не может никто примириться. На одном церковном дворе за одной оградой живут храм и театр. Театр занимает бывшее здание церковной богодельни, в котором играют спектакли и отказываются вернуть это здание приходу. Многие, наверное, считают, что в театрах воспитывают духовность, но подлинная духовность, как думают верующие, присутствует только в церкви. Страсти мира и дух вечности. Могут ли они примириться? Храм это не театр, где что-либо нравится, что-либо не нравится. Нужно воспринимать в целом, или приемли это или нет. Но вообще-то храм, он святее и лучше, нежели театр. Нам нужно детям в детских садах и в начальной школе дать закон Божий, дать им, если мы их учим правилам дорожного движения, чтобы он там, не дай Бог, под машину не попал, то как же важно дать им правилу жизни, основу правильную, нравственную, на которой будет расти наше государство. У нас воскресная школа, в которую я веду занятия с детьми, нам, ну, вы видите, нам просто негде заниматься. отдать кесарево, кесареве, божию и богове. То есть вернуть Богу, вернуть Святой Русской Православной Церкви бывший дом, бывшую богодельню, которую занимает театр, под воскресную школу и крестильню. Вот этого прошу я и как настоятель, и как человек, который выражает чаяние притчта, приходского совета и прихожан. Вот видите, два мира. Два мира. Мир нравственности и мир безнравственности. Я бы так сказал. Одни актеры несут добро, едут в провинцию, как говорится, едут из Москвы, несут людям доброе, светлое. Другие стараются здесь, у детей, у людей, у церкви отнять то, что им не принадлежит. Вот уж здесь точно ни бог, ни люди не помянут театр в сопричастность с добрым словом. Тем более, что нет театра будущего, и работает он не на создание, а на разрушение. Как направляет на разрушение православной веры действия священников, продолжающих раскольническую деятельность неообновленцев. Недавно в помещении издательского совета Московского патриархата состоялась международная научно-богословская конференция «Единство церкви». В ее работе приняли участие ученые, священники, православные журналисты, студенты. Главной темой стало обсуждение истории и настоящего обновленчества. 1917 год. В Риме создана новая консистория, связанная с новым крестовым походом на восток Конгрегацию Пройклесия Ориенталес. Возглавил ее сам Папа Римский. В октябре 1917 года окончательно рухнула православная российская государственность. Рим приветствует этот переворот. Ватикан заявляет, что все католики свободно вздохнули, когда произошла Октябрьская революция. В то время, когда патриарх московский Евсеярус Тихон предает богоборцев анафеме, Рим направляет Москву иезуита Де Эрбиньи. Известно, что Де Эрбиньи добивался льгот для пропаганды католичества и унии в России. Но только ли это было целью иезуитов? Тайна, связанная с переговорами Ватикана и большевиков, еще ждет своего раскрытия. Но уже сейчас мы можем установить поразительную синхронность тех ударов, что пришлись на долю Русской Православной Церкви после революции. С начала 20-х годов Церковь сотрясает движение обновленцев. Прикрываясь идеями реформаторства, обновленцы метят самое сердце нашей Церкви в ее святые таинства. Факты свидетельствуют о деятельности связи обновленцев в ГПУ. Они открыто разрываются патриархом Тихоном и признают советскую власть единственной выразительницей заветов Господа нашего Иисуса Христа. Почти две трети епископата пошли за обновленцев. Чем руководствовались эти люди? Что уводило их из Церкви в тьму вечную? Видимо страх. Страх и маловерие. Убоявшись снязя мира сего, обновленческое духовенство подобострастно заявляло, что Октябрьская революция освободила Церковь от тяжкого игр помещевого самодержавия, даровав ей полную свободу духовного развития. И потекли реки крови, крови святых мучеников, которые остались верными Святой Православной Церкви. Величайший русский мыслитель профессор Иван Александрович Ильин вспоминал. Сколько раз за последние годы католические прилаты принимались объяснять мне лично, что Господь выметает железной метлой православный Восток для того, чтобы воцарилась единая католическая Церковь. Сколько раз я содрогался от того ожесточения, которым дышали их речи и сверкали их глаза. И вот мы являемся свидетелями второго акта этой драмы. Вновь папский престол идет наступление, не внушая союзом ни с кем в этой борьбе. Сербии католики благословляют изуверопусташей, на Украине поддерживают жестко-блокинных кунятов и иных отщепенцев. В России история повторяется. Предлагается также путь людьми, которых не так много в церкви, но которых мы называем неообновленцами, и они ссылаются на якобы хороший опыт католической церкви, которая в 60-х годах провела такой же реформаторский собор. И к сожалению мы видим, что плоды этого собора послужили расцерковлению в католичестве. Как и в 20-е годы после заоткрытой католической экспансии обновленческий зуд охватил ряд московских приходов. Паства отца Георгия Кочеткова, отца Александра Борисова и иных требуют реформы. Если раньше обновленцами двигал страх, то теперь примитивная жажда комфорта и подмена мужественной духовности с плащавой душевностью истерической интеллигенщины. Особую страсть неообновленцы питают к куменическим опытом Всемирного Совета Церквей. Не в такой ли псевдодуховный балаган хотят превратить русскую православную церковь в модернисты московских приходов? Они требуют убрать иконостасы. вслух священнические молитвы. Они вводят в практику всеобщее пение литургии, копируя униатов Украины. Они упражняются в самостоятельном толковании Евангелия, пытаясь обогнать в этом рвении даже баптистов и яговистов. Обновленцы отрицают необходимость исповеди перед причастием. Этим самым они отвергают саму необходимость примирения человека со своей совестью перед лицом Господа. Отвергают необходимость чистоты храма души человеческой для принятия святых даров. Но самое главное, что за всем этим уже не просто маячит тень папской кристовой. Нет, Ватикан теперь стоит за обновленцами в полный рост и как опытный кукольник дергает нужные нити. В приходах обновленцев продаются ворохи католической макулатуры от богословских трудов до журнала «Новая Европа». В одном из сибирских городов Сибирь известность антрокатолицизма в притворе нового открытого католического костела ставится игровой компьютер. И дети приглашаются поиграть на этом игровом компьютере. А потом тех же детей предлагают участвовать и подяками в католическом богослужении. Обновленцы девяностых отличаются от обновленцев двадцатых тем, что уже не испытывают финансовых затруднений своей разрушительной деятельности в церкви нашей и души русских людей. В 1918 году обновленческий священник отец Введенский писал в газете «Знамя Христа», что после избрания патриарха Тихона в церкви можно оставаться лишь для того, чтобы уничтожить патриаршество изнутри. Для каких целей обновленцы девяностых остаются в лоне церкви? Обновленцы двадцатых, начав с идеи так называемого оживления церкви, кончили гнусную сотрудничеством с ГПУ, став соучастниками кровавой бойни. Чем же кончится обновленчество девяностых годов, рядящиеся в току благообразности? Бурные события последних лет изменили мир. Сейчас, куда ни кинь, везде присутствуют национальные интересы Соединенных Штатов. Да, защита национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки превыше всего. А как же обстоят дела с национальной безопасностью в нашем отечестве? Сегодня гость русского дома, начальник управления экономической безопасности Совета безопасности Сергей Юрьевич Сергей Юрьевич Что входит в понятие экономической безопасности? На самом деле здесь очень много спекуляций всевозможных, но вопрос очень простой. Система экономической безопасности должна обеспечивать устойчивое экономическое развитие страны, подъем благосостояния, экономическую самостоятельность и своевременное парирование всевозможных угроз экономической безопасности. К сожалению, такой системы до сих пор у нас не было. Практически все ключевые экономические решения принимались без учета того, как они скажутся на способности страны к самостоятельному развитию. В этой примитивной политике повальной либерализации, которая получила ярлык шоковой терапии, вопросы устойчивого роста, вопросы подъема эффективности оставались как бы сбоку. Считалось, что достаточно провести формальные, очень простые мероприятия, и дальше все пойдет само собой. И таким образом прохлопали ряд очень существенных ошибок, которые сегодня сказываются на жизни каждого человека и на состоянии экономической безопасности страны в целом. Я перечислю, может быть, только самое одиодное, наверное. первое. Первое это исчезновение сбережения граждан в ходе либерализации цен. Это вопрос экономической безопасности, потому что сбережение граждан это уверенность людей в будущем, а интересы государства это прежде всего интересы людей, и это инвестиции для развития промышленности. Они исчезли буквально за один год, что является, кстати сказать, и прямым нарушением права граждан, о чем никто не думал. Второй момент обвальное, спонтанное, грабительское, как некоторые говорят, на самом деле просто хаотическое, безответственное, массовое приватизация, то есть избавление государства от собственных активов, как говорят в экономике. В итоге всего за два года страна, которая, будем говорить так, государство, как субъект в хозяйстве, который был самым богатым в мире, пожалуй, в лесу государства российского, вдруг в течение двух лет превращается в одного из самых нищих. Имущество исчезло, практически на две трети, не то чтобы исчезло, оно передано. Но при этом государственный бюджет не пополнился. Мы сегодня имеем колоссальный бюджетный кризис, неспособность обеспечить самые первоочередные расходы и в то же время самый большой в мире государственный долг. То есть абсурд с точки зрения и здравого смысла интереса экономической безопасности. В течение двух лет из самого богатого государства превратится в самого крупного должника. Наконец, состояние научно-промышленного потенциала. Практическое прекращение финансирования научных исследований и разработок в ситуации, когда главным источником современного экономического роста является научно-технический прогресс, падение в пять раз расходов на науку и четырехкратное снижение производственных капитальных вложений это тоже прямая, прямой подрыв экономической безопасности, которому не было уделено никакого внимания. Мы в новом составе сегодня аппарата светобезопасности планируем этот вход в вещи радикально изменить. Вы сейчас обрисовали картину, которая у нас сложилась и говорите о том, что первые ваши шаги будут направлены на то, чтобы радикально это изменить. Как вы предполагаете строить свои взаимоотношения с правительством? Я думаю, очень просто. Здесь самое главное честно. Для того, чтобы не было спекуляций всевозможных взаимных обвинений в некомпетентности или в нагнетании простей, мы в ближайшее время разработаем перечень показателей, он уже практически готов для обсуждения, по которым можно судить о состоянии экономической безопасности в стране. Этот перечень включает и состояние дел в сфере научно-промышленного потенциала, и в сфере денежной системы, и в сфере зависимости от импорта товаров, и в сфере самодостаточности оборонной промышленности, и в сфере социального положения населения, границы допустимой бедности или допустимой безработицы. И соответственно с этим перечнем можно легко смотреть, удовлетворительно ли состояние дел в части экономической безопасности или неудовлетворительно. И в тех сферах, где реальные показатели сильно выходят за критические уровни, которые тоже нетрудно на самом деле посчитать, мы имеем полное основание говорить о том, что необходимо принятие самых решительных мер по устранению этих провалов в системе экономической безопасности. Хорошо. И к кому же эти обращения в ваш анализ, в ваш экспертизе будут направлены? Свет безопасности выставляется главой государства. И естественно главным арбитром по должности оказывается он. Тем не менее мы не намерены выполнять роль каких-то жалобщиков. Мы намерены всерьез компетентно и комплексно работать с правительственными ведомствами. Я уверен, что если будет честный и ответственный разговор, то люди в правительстве будут вынуждены считаться с объективным положением дел, будут вынуждены принимать определенные меры для устранения недостатка в своей работе, исправления ошибок и так далее. Я не тешу себя иллюзиями, это тяжелый вопрос. Последний пример обсуждения бюджета сегодня показал, что до такого сотрудничества еще очень и очень далеко, потому что проект бюджета, который сегодня был внесен практически является калькой бюджета предыдущих лет и по ключевым параметрам экономической безопасности явно не соответствует тем требованиям и тем возможностям, которые сегодня есть. Но, к сожалению, пока те опасения, которые мы высказываем, отражения в реальных действиях правительства не получили. Скорее даже наоборот, идет замалчивание. Скажите, пожалуйста, у нас есть указ президента о государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации. Там четко и ясно определены положения нашей экономической безопасности. Являетесь ли вы, так сказать, государственным оком, чтобы выполнять этот указ? Этот указ выполнялся? Да, этот указ создает нам достаточно хорошую основу для работы. Соответственно, с этим указом все решения органов исполнительной власти, затрагивающие интересы экономической безопасности, должны проходить экспертную оценку в Совете Безопасности с точки зрения угроз и с точки зрения ликвидации узких мест в системе экономической безопасности. Но пока это только на бумаге. Еще предстоит тяжелая работа для того, чтобы это было реализовано. И я еще раз хочу подчеркнуть, что мы здесь надеемся на то, что удастся наладить правдивый разговор. Вот, например, возьмем ситуацию с сегодняшним бюджетом, который сейчас обсуждался буквально несколько часов назад на правительстве. Вся наша научная общественность говорит о том, что есть в стране возможности для экономического роста. Извините, я вас перебью. Скажите, а вы были приглашены на это? Да, наш представитель был и передал наши замечания. Хотя слово так и не получилось. Но, тем не менее, существует очевидная необходимость перехода к стратегии экономического роста. На словах она признается усилием. Почему это важно с точки зрения экономической безопасности? Потому что тот уровень спада практически в два раза посреди тем, который был в 90-м году, таков, что если мы на этом уровне еще будем существовать в течение года, следующего, 97-го, то последует массовое выбытие производственных мощностей. Например, в первом квартале не было произведено ни одного гражданского самолета. Если авиационная промышленность стоит несколько лет, ясно, что она просто развалится, и создать нечто подобное уже будет невозможно, и потенциальная точка роста, обеспечение занятости, обеспечение национальной безопасности в сфере перевозок людей, транспортной инфраструктуры практически будет подорвана. Поэтому мы говорим о том, что необходимо переходить к стратегии экономического роста, и наше научное сообщество говорит, что это возможно. Но смотрим на прогноз правительства, вопреки программе правительства, вопреки указам президента, определяющим ключевые направления экономической политики страны, там мы видим сохранение прежнего, прежней тенденции пассивного приспособления к депрессии. Нам предлагается опять практически нулевой рост. Говорится о том, что не следует ожидать подъема инвестиций, хотя интересы безопасности страны уже просто требуют резкого подъема инвестиционной активности. Предлагается смириться с сложившейся ситуацией, с бедностью и с безработицей. То есть практически это продолжение старой тенденции приспособления. А жить дальше в этой ситуации уже просто невозможно. Невозможно для значительной части населения, которая уже достигла четверти тех, кто живет за чертой бедности. Люди просто уже не могут выжить в течение длительного времени в таких условиях. Это невозможно с точки зрения поддержания транспортной, информационной, энергетической инфраструктуры. Она просто разваливается на глазах. Это невозможно с точки зрения сохранения за собой контроля над внутренним рынком. Сегодня уже больше половины товаров на нашем рынке это импортные товары. То есть это невозможно с точки зрения обеспечения основ для самостоятельного устойчивого развития. Поэтому мы говорим о том, что необходим переход в стратегии роста, подъема инвестиционной активности и наконец наведение порядка в денежной сфере, которая вышла из-под контроля. Вы знаете, вот то, что вы сейчас говорите, по-моему, вы говорите все правильно, но правительство принимает другое решение и, как вы говорите, оно, его деятельность, его стратегия направлена, ну, так скажем, немножко в другом направлении. Они что, не видят этого? Они что, не хотят этого? Что вот он пришел такой умный Глазев в Совет Безопасности, все знает, а мы вот сидим здесь, работаем, многие из нас на второй срок назначены и не знаем, как это делать. Мы знаем больше и мы знаем, как вывести Россию на передовые рубежи. Вы знаете, мне кажется, главная проблема здесь это вот такое, что ли, инерционное благодушие. ну, казалось бы, производство сократилось вдвое, наука практически разорена, устойчивая четверть людей живет в состоянии нищеты уже, но выборы проскочили, в Думе получили подтверждение на второй срок, вроде бы толпами нищие под стенами Кремля и Дома Советов не ходят, вроде бы все комфортно, поэтому мне кажется, что люди, которые сегодня обличены властью, они очень часто потеряли чувство реальности. И вот в этой всноке благодушия, когда исчез механизм ответственности за принимаемое решение, возникает такое легковесное, что ли, шапка закидательства, когда в реальности происходит одно, а в риторике совсем другое. И этот взаимный обман, он продолжает. Например, сегодня можно было слушать от представителя Минфина, что новый бюджет это бюджет развития. Какой же он бюджет развития, если там доля на науку сокращается в расходах бюджета? Инвестиции остаются на прежнем уровне в прогнозе. То есть практически ничего там от развития нет. Но люди сами себя убеждают в том, что все хорошо. И действительно для них все нормально, потому что никакой обратной связи нет. Поэтому мы и говорим, что для того, чтобы избежать словесных перепалок и перевести весь разговор на профессиональную основу, а это является гарантией правильного принятия решений, мы отрабатываем перечень показателей, утверждаем его, видим, где у нас реальная экономическая ситуация проваливается с точки зрения критериев экономической безопасности и говорим, ребята, вы не правы здесь, не правы здесь, давайте применять сообща необходимой меры. Ну что ж, хотелось бы, чтобы ребята и с вашей стороны, и ребята с той стороны, со стороны правительства создали одну единую команду и именно, как вы говорите, нашли честно и правдиво, вывели Россию ну хотя бы на уровень тех государств, которые могут обеспечить свою национальную экономическую безопасность. Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в русский дом. Для того, чтобы любить свое отечество, пишет русский философ Иван Александрович Ильин, его необходимо найти и реально испытать, что есть действительно мое отечество. Жизнь Михаила Боровкова, русского парня из Владимирской губернии, яркий пример человека, нашедшего, реально испытавшего и ставшего на защиту своего отечества. О карате сегодня знают все. А вот о русских традициях молодецких забав и воинского искусства единицы. Михаил Боровков был и остается одним из немногих, кто по крупицам собирал забытые секреты русской воинской культуры. Когда я впервые увидел выступление Ресталы, мне показалось, что я наконец нашел то, чего очень долго искал, свидание с Древней Русью. Как Михаил сумел угадать этот общий тон русского праздника, воинского молодечества остается загадкой. Сам он вспоминал, как парень, живущий с ним на одной улице, большой любитель всего западного, случайно попав на выступление, рестал и сказал, может быть впервые гордость во мне появилась, что русский я. В таких вот оценках своего творчества и видел Михаил главный смысл своей жизни. 22 мая с ним что-то случилось. Он бесследно исчез с места своей работы, акционерного общества «Берег» города Владимира. В полном неведении остались жена, сын, друзья, родители. К сожалению, качество записи не дает возможности услышать слова, которые говорил Михаил во время выборов в государственную дулю. Поверьте, это были хлесткие слова и били они конкретно. В этой статье, к примеру, упоминалось о банке, который по ходатайству Владимирской администрации выдал кредит некой структуре, поставившей банк на грань разорения. Михаил писал, если изо дня в день уничтожать одно предприятие за другим, как это делает налоговая служба, это затянется надолго. А уничтожив банк разом, уничтожаются более тысячи предприятий. Те, кто уничтожают экономику в России сегодня, это понимают. Могли ли стать причиной для исчезновения Боровкова его русские патриотические взгляды, тем более, что он был председателем русского национального единства Владимирской области. Исключить это невозможно. Вот конкретный пример. Заведующий кафедрой географии Владимирского педагогического университета Новоселецкий, за свои статьи, в которых он к общим рассуждениям своих оппонентов о репрессиях в 30-х годах добавляет конкретные факты и фамилии, он был похищен, жестоко избит, и только подписав бумагу об отказе от дальнейшей публицистической деятельности вернулся живым. За прошедшие три месяца ни ФСБ области, ни прокуратура не сделали ничего для поимки участников похищения. Через 20 дней после избиения Новоселецкого исчезает Боровков. До сих пор он не возвратился. Убрать вожака стадо разбегается. Мы не стадо. Михаил не вожак. Он наш лидер. И если с ним случилось что-то серьезное, в любом случае мы живы-здоровы, мы продолжим его дело. Но еще раз повторяю, мы очень обеспокоены ходом следствия, я не хочу сказать бездарным ходом следствия. Вообще его нет следствия, как такового. Трагическая судьба еще одного русского патриота Михаила Боровкова наводит на тревожные размышления. Неужели на территории России так безнаказанно могут действовать террористические группы, устраняющие наиболее национально мыслящих людей? Обращаясь к своему сыну, Михаил, как бы предчувствуя свою будущую судьбу, оставил такие слова. Не думал я, сынок, что так рано расскажу тебе о своей тревоге, о том, как исчезают бесследные обычаи и традиции русские. Да, видно, нельзя по-другому, нельзя ждать, когда ты вырастешь. Затопчут идолы и кумиры для сегодняшнего русскую тропиночку. в том году буквально приехали в одну древню, очень далекой древней за Клязьмой, вот, и разговаривали с одной женщиной, самой старой древней, и она сказала, что был мужчина, который умер буквально перед нашим приездом, незадолго до нашего, ну, может быть, полгода назад, который помнил эти бои кулачные, и сам в них участвовал, вот, и Миша тогда так расстроился, а почему, потому что, в общем-то, деревня наша, огород, сад, отнимали у него все время, родители ставили как разожжать, вот, и он так обиделся, говорит, ну, надо же, вот этими огородами, я, ну, упустил ролик, как последний человек, который мог рассказать для него, ну, жизнь была, по-моему, все-таки, вот, насколько он это все ощущал и чувствовал. Кулачный боец не профессия. Обычай русский нельзя как науку выучить, его почувствовать сердцем и душой надо, говорил Михаил. Сколько их кулачников осталось сегодня на Руси, я не знаю. Может быть, Боровков был последним, кого русская деревня смогла воспитать честным, вдумчивым и настойчивым. Одно мне известно точно, так горячо любить родную старину, как любил Боровков, могут немногие. Золотая грива деревня, или золотух, как я сейчас называю. Там церковь была, флора, филавра. И вот в конце августа, там, значит, престольный праздник, и в этой деревне, вот именно так, в Параминске, они соберутся на престольные бородки, вот, все, как говорят, рубахи шелковые, порвутся, извозят, танцы с какой-нибудь, жакетно-престольным ходить в чистых рубахах, вот, а луговина, она и есть луговина. Вот Юра там в своей вышитой рубахе, я, понимаешь, ходим, ходим, Юра меня выдергивает за ноги, бам, и мою рубаху испачкает. На репетицию мы будем министруировать, вот так и на танцы, потому что там... для группы ресталла Михаила значил все, конечно. Он эту группу организовал, он ей дал первый толчок, дал свое направление, свой характер. Я считаю, что моя задача сохранить то, что было здесь. Сохранить и продолжить. Я просто не могу сейчас поверить, потому что мы вняты вживую. хотя бы подруге моей, только ты молодец, ты держишься. Я просто не верю, ну не могу даже поверить, что его нет. Она не была, как за камень стеной. В русской народной традиции есть одно уникальное явление стеночные бои. Это не просто состязание силы и ловкости, но и испытание на надежность, на чувство плеча, когда только вместе, собрав общую силу в один кулак, можно победить. В одной из своих последних статей Боровков напишет, думаю, обретение веками ранее стоявшей стенки в наш общий народный крест. Что ж, можно сказать, Михаил нес этот крест все последние годы своей жизни. Несет его и сейчас, в одиночестве. 75 лет назад был расстрелян знаменитый русский поэт Николай Степанович Гумилев. В одном из своих последних стихотворений он писал Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда, солнце останавливали словом, словом разрушали города. Но забыли мы, что сиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok